Приветствую сердечное, Фархад. Виктория подсказала, что мы с вами можем поговорить, и вы поделитесь своим опытом. Как по звукам, вот мы с Викторией говорили о том, что, ну в общем, есть внутренняя речь, а есть речь, которую мы пишем буквами по правилам и так далее. И вчера у нас ролик был с ней интересный. И вот она мне посоветовала с вами тоже поговорить. А что вы можете поделиться с нашей школой «Человек будущего» Хомофутуру? С каким опытом? Что интересное можете нам рассказать? Она сказала, что вы очень интересный человек. Спасибо. Ну, скажу о том, что последние годы я интересуюсь звучанием. Но тема звука, как таковая, она глобальная. И, скажем так, в начале двухтысячных я научился говорить на ясном языке. Ну, так назывался язык, на котором нас научили. Ну, вернее, сочинять мантры. То есть это некое такое спонтанное звучание, когда умом не придумываешь звуки, а они сами льются. А ты как наблюдатель. Но когда чашка упала, ты говоришь, ах, что ты возил, вот это, да? Да нет, нет. Они звуки похожи на иностранную речь, но на самом деле это никакая, это, в общем, не человеческая речь. Подобное звучание используется в разных религиозных, прочих всяких конфессиях, в духовных течениях. Например, шаманы. Называют это шаманским языком. Суфи, латихан. По-моему, уоша джибериш называется. В эзотерических практиках называют это подобное звучание. Сейчас скажу. Вселенский, звездный язык, язык богов, язык духа. Лемурийский язык. Название слышал такое. Еще ангельский язык. Ангельский язык. Вот я когда-то его услышал, такое название, оно мне понравилось, я его стал использовать. Ну, называя. А потом уже впоследствии, когда стал изучать эту тему, я понял, что много-много есть синонимов подобного звучания. Спонтанного. Ну, для того, чтобы понять, о чем я говорю, я, конечно, прозвучу. Показать, чтобы продемонстрировать. Вот. И, ну, такая небольшая предыстория. Я в свое время, когда вот так вот звучал, я для себя звучал. То есть я там ездил в день. И, оставаясь тихо сам собой, там, придумывал на какие-нибудь темы для себя мантры. Вот. А потом однажды моя знакомая как-то проговорилась, что к ней пришла одна клиентка с жалобой, что вот она говорит на каком-то языке и не понимает. Ну, тогда, значит, она предложила, говорит, ну, давай, скажи что-нибудь. А я ей сказала. Значит, ну, соответственно, она ей тут же расшифровала, передала смысл того, о чем это говорит на незнакомом языке. Я говорю, ну, подожди-ка с этого момента. Я говорю, давай-ка попробуем поэкспериментировать. Ну, я придумал, о чем я буду звучать, и стал звучать вот на этом непонятном языке. А она мне так это спокойненько объяснила, образы там у нее родились, чувства там. Я так понял, что она очень точно попала в тему, о чем я говорю. И я поэкспериментировал с ней, потом понял, что, блин, тут что-то есть в этом. А к этому времени я уже проводил семинары духовного и эзотерического направления. Это вот «Цветок жизни». Активация Меркаба по учению Дурвама Мельхседека. Может, кто-то слышал когда-то. Это в свое время было такое известное течение. Это не из Прибалтики был там специалист «Цветок жизни»? Не Прибалтийский, нет? Нет, не Прибалтийский. Я был один из фасилитаторов российских. Ну, у нас где-то было человек пять или семь по России. И когда я понял, что тут что-то есть, я стал использовать это на своих семинарах. Ну, то есть, стал звучать для людей. И люди стали откликаться, говорили, какие у них образы возникают. Ну, то есть, я увидел, что само звучание поднимает вибрации, состояние людей. Там у кого-то сердце открывается, любовь посыпается. А поскольку эти семинары, они были основаны на том, чтобы раскрыть сердце и в состоянии любви дальше вот эти активируют медитации. Я извиняюсь, это не вот это, когда вот про себя звучат, про себя мычат, про себя поют. Не то, да? Нет. Это вслух. Это вслух. Вот. И потом заметил, что через месяца полтора-два у меня как бонусом к тому, что я стал звучать это на публике. Ну, публично имеется в виду на семинарах, на клубных занятиях. И у меня вдруг там возникло желание сочинять музыку. Ну, в одном разговоре со своим приятелем он оговорился, говорит, что мы сочиняем музыку. Я говорю, в смысле, сочиняйте или копируйте? Он говорит, сочиняю. И вот само написание музыки, играние, это было как на синтезаторе, который соединен с компьютером. Там музыкальная программа. И, в общем, я когда приобрел все, он мне настроил. А играть я на синтезаторе-то не умел на клавишнике. Ну, играл только на гармошке с детства и гитарой владел еще более-менее. Вот. А тут у меня пошла спонтанная игра. То есть пальцы с Тами стали играть, и музыка сочинялась таким образом. То есть пальцы играли. Это же знание, дуруем и фасоль оси. То есть октаву хотя бы знание, где какая нота. Нет ли на клавишах? Я подбирать мог на любом инструменте, потому что у меня слух. А, то есть что уже... Понятно. А чтобы владеть инструментом, там, что-нибудь сходу сыграть, я до сих пор этого не умею, кстати. Я понял. Теперь понятно, да. Вот. И после этого я стал, значит, стала музыка сотворяться, стала она копиться, я стал музыку использовать, вот эти сонастрои, так называемые голосовые. И постепенно у меня родился свой семинар. Ну, я где-то с 2008 года стал свой семинар вести, который называл «Целительная сила звука», на котором как раз активировал, помогал, чтобы вот это спонтанное голосовое звучание рождалось, ну, пробуждалось. И там, скажем так, скопились некие такие знания извне, голосовые инструменты, которыми пользовались и в старину славянские агмы, так называемые, и распевы. И, ну, в общем, короче, добавилось там еще свое с целью, чтобы помочь людям справиться с какими-то психологическими проблемами. То есть голосовые практики очень легко помогают исцелить, трансформировать разнообразные негативные программы. Ну, вроде в виде эмоций каких-нибудь. Вот это все, скажем так, наложилось еще на некоторые психологические навыки, которыми я параллельно обучился. И вот совмещение психологических и приемов, и вот этих вот голосовых дало такой хороший эффект. Хороший эффект по сравнению, если чисто психологией занимался, когда эффект найти причину, первопричину ее обнаружить, исцелить, стало быстрее гораздо через звук. Вот. И вот это звучание, оно на самом деле помогает выйти за пределы ума и, как бы так сказать, сонастроиться со своим божественным аспектом. И уже, когда звучишь сонастроенностью своей божественной сутью, то там совершенно другое состояние передается людям и, соответственно, принимается. Я все равно пытаюсь отгадать. Это горловое пение, это внутренняя речь, это или что люди инстинктивно делают? Люди инстинктивно так делают? Да, есть и горловое звучание. Есть вот у шаманов, у них там и каргера, и сегид, и хуомей. Вот там три разновидности горлом. Нет, здесь в другое. Давайте я просто покажу, что это такое. Потому что… Вот ждем, ждем, да. Как восточная поговорка, говорит, халва-халва, во рту слачки не станет, поэтому… Все настроились в ожидании. Давайте. Хорошо. Буквально секунд 10-15 тоже сонастроить, чтобы в ходу, как говорится, чуть-чуть другое состояние войти. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я там обучал людей В самых разных областей деятельности Это ключ И поэтому Интересно было бы Совместить С тем что вы делаете Потому что Станиславский в свое время Снимал нерномочные зажимы у актеров Это же подход универсальный Это для любого человека Снять зажатости И потом выполнять деятельность потому что вы перед этим сказали, дайте 10 секунд, чтобы я настрался. И вот там бы вы применили пару приемов, и вам бы не 10 секунд, может быть, нужна одна секунда. Ну, короче говоря, давайте мы в следующем ролике соединим наши возможности. И тогда вот в следующем ролике вы ответите на вопросы, которые сегодня нам напишут в комментах ваш адрес. Там напишут вопросы, я попрошу всю нашу школу, человек будущего Homo Futurus, чтобы все писали вопросы к нашему уважаемому другу, гостю. Пишите, друзья, пожалуйста, вопросы. И вот поскольку наш гость, дорогой, согласился еще раз встретиться, он ответит в следующий раз на ваши вопросы, которые прочитает здесь. Пожалуйста, пишите. И сейчас я попрошу нашего гостя, чтобы он скинул свои координаты. Мы туда в описании под этим роликом поставим, что если кто захочет ему написать или позвонить, или непосредственно лично обратиться, вы дадите свои координаты, мы там поставим. Спасибо вам, сердечное. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра.